И завершается книга Бамидбар А в главе Пинкас перечисляется поколение, которое должно войти в страну И первое поколение, поколение пустыни, это поколение знания, благодаря которым спустилась Тора в мир Это письменная Тора А новое поколение, благодаря пробуждению снизу, это устная Тора И сейчас они должны войти в землю Израиля и реализовать эту Тору именно там И в главе Матод рассказывается про месть еврейского народа Медьяна И там встречается тот, кто дал гнусный совет Билам злодей приходит получить плату за то, что погибли 24 тысячи евреев И там он встречается с Пинкасом, которого Муше назначает Коэном Ашехом И он одевает одежды первосвященника И делает черный маг Билан Что поднимается в воздух все пять царей Медьяна, и он с ними Но когда он обращает на них свой взгляд Пинкас Кодыш Нашим Четырехбуквенное имя Творца пробивает эту скверну И они падают, и от меча погибает Билан и все цари Медьяна И глава Масаэя Переходы получает Муше повеление от Творца Перечислит все 42 стоянки Все 42 перехода, которые прошли за 40 лет еврейский народ И нам кажется, 42 перехода, как будто они все время двигались с места на место Но объясняет это Муше Даршан, что в первый год они сделали 14 переходов В последний год 8, и тогда остается только 20 переходов на 38 лет А в одном месте, в месте Кодыш они были 19 лет И тогда получается, что на 19 лет 19 переходов Но кому это важно? Почему нужно знать эти переходы, их названия? И говорит Рамбам в книге Мурен и Вухин Чтобы мы помнили о милости Творца Который совершил с нами во время всех этих переходов Поколение, вышедшее из Египта И поколение, которое войдет в страну Они проходили, они знали это А через несколько поколений придут люди и скажут Это все сказки? Наверное, они были рядом с местами проживания Там они покупали хлеб, пили воду Поэтому Творец говорит, чтобы точно были указаны все эти переходы Потому что известно их еще название Полное чудо, которое сделал Творец со своим народом С ними идет колодец, из которого они пьют воду Скала, колодец Мирьям Хлеб они получают с неба Это божественный ман, пища ангелов И облака окружают их и защищают от всех врагов И это то, что мы должны помнить О том милосердии Как Творец нес нас на крыльях орлов Это то, что происходило во время перехода в пустыню А почему для нас так это важно? Сегодня Потому что, говорит пророк Эхэскель Так же, как мы проходили из одного места в другое в пустыне Мы проходим наши переходы в пустыне народов Уже две тысячи лет мы в изгнании Из одной стороны нас изгоняют, мы идем в другую Постоянные преследования Постоянные изгнания Для чего это нам важно? Чтобы знать про то чудо, которое делает Творец со своим народом Говорит Раби Шимбар Юхай Вы отправляетесь в изгнание Моя Шхина отправится с вами Про то чудо, которое сделал Творец Что сохранил нас на протяжении долгих тысячелетий В изгнании среди семидесяти волков Каждый из которых хочет полностью нас уничтожить И Творец спасает нас И Творец приводит нас в эту землю Землю обетованную Землю Израиля Открывают наши святые книги Что ровно сорок две остановки в пустыне Сорок два перехода Это намек на великое и грозное сорока двухбуквенное имя Творца Которое защищает от всех бед И сказано в святых книгах Что во время эпидемии Тот, кто произносит сорок две остановки Евреев пустыни Он защищается от беды И я хочу перечислить вам название всех сорока двух остановок И чтобы это было защитой для всего еврейского народа От страшной эпидемии короля Первая остановка называется Рамсес 15-го Ниссана 2448 года Это был день исхода из Египта И отправились они в Суккот Лагерь, где Творец Впервые осенил Израиль облаками славы Оттуда они отправились в Эйтам По повелению Моше Они возвращаются в сторону Египта И останавливаются в месте Которое называется Пи-Ахирот Следующая остановка называется Мара Там был оазис с горькой водой И здесь евреи получили первые заповеди Почитание родителей Закон о красной корове И о соблюдении субботы Следующая остановка называется Эйлим Там было 70 финиковых пальм Под которыми могли отдохнуть 70 старейшин Израиля Дальше это называется побережье Ямсуф Следующая остановка пустыня Син Следующая остановка Давка Следующая остановка Алуш На этой остановке они получили ман с неба Следующая остановка Рифидим Рафуедейхим Ослабели их руки от заповедей И напал на них Амалек Следующая остановка пустыня Синай Достигнув горы Синай Евреи получили торы Следующая Кеврот Атава Здесь были наказаны творцом И похоронены те, кто страстно пожелал мяса Следующая остановка Хацерот На этой стоянке была поражена язвой царат Сестра Моше Мирьян Следующая остановка Ритма Следующая остановка Римон Перец Следующая Ливна Следующая Риса Следующая Кайгелата В этом месте Коракс собрал Кихиль Собрал общину И подстрекал к бунту против Моше и против Творца Следующая остановка Гора Шефер Следующая остановка Харада Здесь евреи трепетали из-за мора, которым поразил их Творец Следующая остановка Макьелот Следующая Тахат Следующая Тера Следующая Митка Вода на этой стоянке обладала приятным, сладким вкусом Моток Следующая Хашмона Моссерот Здесь Творец осветил свое имя, произнося приговор Моше и Арону, которые не осветили его имя Следующая остановка Гора Аар Гора, на которой умирает Арон Следующая Цальмона Следующая Пунун Здесь евреев сжалили ядовитые змеи, потому что они опять выступали против Моше и против хлеба с неба Мана Следующая Авод Следующая Иим Следующая Дивон Гад Следующая Альмон Дивла Тайма Это же место называется Нахали Эль Оно было дано, чтобы мы знали, что здесь исчез колодец Мирьям Следующая остановка Гора Аварин И наконец-то лагерь, который раскинули от Бейт Аишимот до Абель Ашетим на равнине Моава И здесь погибли 24 тысячи евреев из-за того, что были соблазнены Моавитянскими и Мидьянскими женщинами и поклонились идолу Бальпео Все эти 42 остановки, они соответствуют великому и грозному 42-буквенному имени Творца Это имя, которое защищает еврейский народ до сегодняшнего дня Субтитры создавал DimaTorzok